эфир телеканала продолжает программа тема часа и в этом части мы говорим о постоянном развитии детских дошкольных учреждений в котором главную роль играют педагоги и воспитатели сегодня у нас на связи город хабаровск вера геннадьевна здравствуйте добрый день вера геннадьевна ну конечно же в первую очередь мы хотим поздравить вас с победой в конкурсе президентских грантов это большая награда хотелось бы вернуться немножечко назад и услышать историю о первой победе в президентском гранте когда это было и какой проект вы реализовывали в это время в 2021 году мы выиграли первый раз в конкурсе фонда президентских грантов проектом организация волонтерского движения добросад этот проект мы реализовывали с 1 июля 2021 года по 31 июля 2022 года но основными основными направлениями работы по этому проекту было экологическое воспитание наших дошколят это была общественно полезная деятельность через вовлечение родителей работников детского сада и это были мероприятия волонтерские акции в интересах тяжелобольных и детей и детей которые остались без попечения родителей мы провели цикл экологические занятия для дошколят для наших мы установили теплицу вырастили рассаду затем ее высадили на территории детского дома детского сада нашего на территории краевой клинической больницы где лежат на лечении тяжелобольные детки провели много различных благотворительных мероприятий это благотворительный концерт ярмарка акции и все средства полученные от проведения этих мероприятий передали в краевую клиническую больницу на лечение тяжелобольных детей ну вот таким образом мы реализовали первый свой проект ваш детский садик находится под ведомством российских железных дорог и у вас детском саду только дети железнодорожников или есть дети которые просто по желанию родителей могут прийти сколько у вас деток в саду в детском саду у нас 217 воспитанников все они дети работника по ОРЖД то есть детский сад у нас железнодорожный и конечно детский сад посвящают детям эти работники вернемся к нашей главной теме к теме гранта в этом году ваш проект такое яркое название имеет импульс это говорит о каком-то движении желании расскажите поподробнее что это за проект для чего он на что он направлен ну если говорить о полном названии проекта то звучит оно так импульс организация деятельности ресурсного кабинета для стимуляции моторного развития детей с особыми возможностями здоровья дело в том что из общего количества наших детей у нас 46 детей это дети с особыми возможностями здоровья и для них работают три группы компенсирующего развития это логопедические группы для детей с тяжелыми нарушениями речи но и у некоторых деток эти нарушения речи плюс еще осложнены недостатком познавательной сферы эмоционально-волевыми нарушениями и так далее то есть конечно эти дети нуждаются профессиональном коррекционном сопровождении поэтому вот для того чтобы помочь этим деткам преодолеть нарушение в развитии конечно мы в первую очередь должны обеспечить им эффективную коррекционную работу сопровождение психолого-педагогическое чтобы добиться наибольших положительных результатов в развитии вы являетесь автором этого проекта расскажите нам пожалуйста что требуется для того чтобы все это осуществить в жизнь и запустить проект но во первых нам нужно провести предварительно курсовую переподготовку наших педагогов которые будут участвовать в реализации этого проекта конкретно по теме сенсомоторного развития далее нам нужно будет приобрести необходимое оборудование которое которое мы разместим ресурсном кабинете и потом будем использовать и плюс еще разработать конечно методические материалы программы игровых сеансов программы работы с родителями и так далее то есть работы именно в плане подготовки к реализации проекта еще очень много это будет общая слаженная работа и коллектива всего педагогического и конечно родителей как называлась номинация в которой вы принимали участие и сколько всего проектов было подано в этом году наш проект касался номинации которая была связана с организацией работы с детьми с особыми возможностями здоровья как раз в фонде президентских грантов и положение о конкурсе эта тематика выделена отдельным направлением потому что это очень такая актуальная злободневная тема так где так много естественно мы решили принять участие именно в этой номинации поскольку такие детьми у нас есть и конечно организовать свою работу так чтобы им помочь вы можете поделиться какой призовой фонд получил ваш детский сад за этот проект это не секрет это не секрет разговор не о призовом фонде это не приз это сумма которую мы должны освоить наша сумма в данном проекте на 626 тысяч то есть это как раз та сумма на которую мы будем приобретать необходимое оборудование обучать педагогов и вот именно эта сумма будет реализована в ходе всего проекта а нужны ли для реализации этого проекта в вашем детском саду дополнительные педагоги будет ли у вас расширение штата в связи с целью нет мы не планировали расширять штат поскольку кадровый состав у нас позволяет полностью реализовать проект в том объеме в котором мы его видели у нас есть учителя логопеды у нас есть педагог психолог социальный педагог и воспитатели логопедических групп которые имеют достаточно высокий уровень квалификации имеет достаточно большой богатый опыт работы то есть в кадровом потенциале у нас дефицита нет а какая была реакция у родителей как они вообще поддерживали вас в этом конкурсе что они говорили какие у них были эмоции вы знаете родители когда они понимают что их детям хотят оказать действительно реальную помощь что реальную помощь сможет получить семья в частности родители по вопросам воспитания развития детей они всегда открыты к пониманию и открыты к сотрудничеству конечно они тоже рады они тоже поддерживают нас тем более что у нас запланирован цикл практических занятий для родителей вот в ходе которых мы планируем обучить их приемами игровой стимуляции сенсомоторного развития в том числе в домашних условиях которая не требовала бы каких-то особых какого-то особого оборудования каких-то технических средств то есть вот мы это все планируем конечно им это будет большая поддержка и помощь Вера Геннадьевна 21 год проект экология и дети 23 год проект дети и здоровье и еще и обучение родителей что очень важно что же будет дальше какие у вас есть идеи вы знаете идеи возникает много но иногда приходится более критически их рассматривать когда уже думаешь о том что действительно необходимо детям что действительно необходимо родителям что необходимо педагогам поэтому я думаю что мы будем развивать еще свои идеи в сторону развития одаренности детей творческого развития я думаю что вот в этом направлении у нас еще будут проекты которые мы будем подавать также на конкурс фонда президентских грантов и будем стремиться к победе когда есть идеи всегда есть движение и всегда есть импульс который вы в данный момент нам всем доказали мы желаем вам реализовать этот проект как можно скорее чтобы результаты не заставили себя ждать и конечно же поговорим о реализации данного проекта в нашем эфире когда вы сможете поделиться какими-то новостями проект сам проект будет длиться один год и я думаю что по истечении года мы уже сможем сказать о том каких результатов мы добились какая была реакция у детей и родителей чему они научились что они новое освоили ну и вообще как у них вкладывается дальнейшая жизнь в плане достижения каких-то положительных результатов развития спасибо большое спасибо